Здравствуйте! За время работы менеджера в сфере портативного аудио скопилось множество мифов, фактов, заблуждений, касаемых как самой техники, так и звучания в целом. И сегодня хотелось бы разобрать самые интересные мифы, факты и прочее. И начать мы хотели бы тезисно с тех вещей, о которых мы до этого уже говорили, так как, возможно, вы не смотрели предыдущее видео и не знаете об этом, не видели. Итак, первое, о чем хотелось бы поговорить, это прогрев наушников. Тема, которая так и не придет к какому-то единому значению, единым ответам, но тем не менее. Прогрев может иметь смысл только для динамических наушников, то есть наушников, внутри которых находятся динамические излучатели. Ни арматурные, ни электростатические, ни цединамические, никакие. И при этом эффект может быть как ровным счетом нулевым, так и просто колоссальным, как было в случае с старыми Sony XB300, 500, 700, к примеру. Там разница была ощутима просто с первого прослушивания, с первых секунд. И, естественно, есть такой момент, как психоакустика. То есть наш слух адаптируется к самому звучанию. И действительно, мы через какое-то время воспринимаем одни и те же наушники, один и тот же плеер, колонки по-другому и слышим немного иначе. Так почему важно говорить о прогреве, если это не настолько значительная вещь? На самом деле значительная, потому что звучание самих наушников может различаться от того, как вы их услышали изначально в магазине, и то, как они будут звучать через месяц. И все-таки об этом необходимо знать. Есть важный факт, о котором нужно помнить, когда вы читаете отзывы, когда читаете обзоры, либо же смотрите обзоры. Наши уши по-разному воспринимают одни и те же звуки, одни и те же наушники и прочее. И дело даже не только в том, что с возрастом наш слух изменяется, изменяются восприятия частот, но и то, что индивидуально у каждого из нас уши имеют конкретно свою, условно говоря, амплитудно-частотную характеристику. То есть один и тот же звук на один и одной и той же частоте мы можем слышать с разной громкостью. Поэтому очень сложно понять по каким-то отзывам, как на самом деле звучат наушники. И плюс есть такой важный факт, как вкус. То есть при одних и тех же колонках, либо же наушниках, один человек бас выкручивает на минимум и все равно не понимает, почему баса настолько много. Другой же человек, наоборот, выкручивает его просто в максимум, убирает высокие частоты и все равно не понимает, почему так мало баса. Хотя это одна и та же техника, условно говоря, одни и те же колонки, либо же одни и те же наушники. И про это также нужно помнить. Многие слушатели недооценивают значение амбушюр, особенно в случае с внутриканальными наушниками. И не зря очень многие производители кладут в комплект разные амбушюры не только по своему размеру. Маленькие, средние, большие, но также разные по своей длине, разные по своим материалам, а также по диаметру самого звуковода. Так как амбушюры напрямую влияют на характер звучания самих наушников, а также на звукоизоляцию. Поэтому перед тем, как выбрасывать, либо же продавать свои наушники, задумайтесь над тем, а действительно ли те амбушюры на них сейчас надеты. Огромное значение имеет в том числе и кабель. Можно спорить сколько угодно о том, что у кабеля за 5 долларов и за 500 долларов разница в характеристиках минимальная. Но мы не физики-теоретики, мы магазин и мы практики. Поэтому все проверяем на конкретных примерах. И будем говорить именно о тех кабелях, которые соединяют корпуса наушников и источник. Для примера возьмем TFZ Series 2. Это бюджетные наушники, которые очень и очень крутые для своего бюджета. У них прекрасные тональные балансы и идеальные, просто идеальные для своего бюджета середины. И подключим к ним кабель от тех же TFZ, TC2, стоимость которого порядка 150 долларов. Это крутой кабель, у которого, во-первых, используются лучшие материалы. Это медь, это серебро, прекрасно сделаны сами пины, прекрасно сделан джек. Все круто, все замечательно. И что мы в итоге получаем? TFZ Series 2, бюджетные наушники и данный кабель. Разница просто огромнейшая. Но, как вы могли подумать, не в лучшую сторону, а наоборот в худшую сторону. Так как почему-то пропадают низкие частоты, почему-то пропадает середина. И остаются только высокие частоты и очень неоднозначная рваная середина. Но, стоит подключить тот же кабель к наушникам TFZ King 2, и мы слышим совершенно другое звучание, совершенно другой эффект. По сравнению с обычным родным кабелем от King'ов, мы получаем больше детальности и мы получаем более ровный баланс. То есть, на родном кабеле чуть-чуть больше ощущается агрессивность высоких частот и некоторых частот баса. При этом, с кабелем TC2 этот эффект ощущается меньше. Но, самое главное, что разницу услышит даже человек, который далек от каких-то аудиофийских вещей. И я сейчас говорю про пример Series 2 и дорогого кабеля. Есть и немного другие случаи. Хорошие, замечательные наушники Meizu Live. И с родным кабелем они, в общем-то, звучат нормально, неплохо, для своих денег, хорошо. Но, стоит только поменять. Родной кабель на комплектный от FIO F9, либо же F9 Pro. Кабель стоит там 15 долларов приблизительно. И звучание изменяется. Становятся намного более чистыми высокие частоты, становится более внятная середина. И это всего лишь замена кабеля, не на что-то там дорогое из разряда в одно только золото и серебро. Нет. Это просто другой кабель. И поэтому, значение самого кабеля ни в коем случае нельзя нивелировать и забывать про него. Очень близко располагается вопрос о том, что такое мониторные наушники. Наиболее распространенное заблуждение это то, что мониторные наушники равно полноразмерные. Естественно, это не так. И немного реже, но тем не менее, встречается такая ассоциация, что мониторные равно студийные. Это тоже не совсем так. И с мониторными наушниками все еще намного более сложнее и размыто, нежели с студийными. А все заключается в том, что мониторы это инструмент, благодаря которому исполнителю, либо же кто-то еще может мониторить звук, который к нему поступает. И самые какие-то распространенные в модели, даже самая распространенная модель мониторных наушников это Shure 215, с которыми раньше пользовались поголовно, так как не было каких-то других особо вариантов, помимо каких-то кастомов. Но также Sennheiser HD 180, которые являются самыми дешевыми накладными наушниками от Sennheiser, также являются мониторами. Потому что многие студии мониторят и сводят звук именно на Sennheiser HD 180, потому что они прекрасно передают женский вокал, в частности и мужской в том числе. Поэтому понятие мониторных наушников очень и очень размыто. И теперь пришло время ответить на вопрос, почему люди в своем большинстве не пользуются студийными наушниками. Все-таки одна общая черта для большинства студийных наушников есть. Это студийные наушники, это наушники, которые имеют ровную АЧХ, как правило, и очень точный тональный баланс. А обычные наушники, даже пускай за 100-200 долларов, не могут позволить себе быть ровными. Иначе это будут скучные наушники. И любите вы свои наушники именно из-за их искажений. Только не в том случае, если у вас какие-нибудь DUNU DK4001, либо же в принципе система за 1000-2000 долларов. Поясняю. Когда мы говорим о относительно бюджетных наушниках, пускай 100 долларов, у них будет скорее всего либо же V-образная АЧХ, либо же будут немного приподняты высокие частоты, низкие частоты. И сделано это по той простой причине, что эти наушники не смогут вам дать полноценной детальности на высоких частотах, не смогут вам дать стоящей глубины сцены, не смогут вам дать полноценный бас со всей его слоистостью. И для того, чтобы все это как-то исправить, поднимаются высокие частоты, немного задираются. И в таком случае кажется, что их немного больше, они богаче, они интереснее звучат. Проблемы со сценой решаются серединой, так как ее немного задирают, и в итоге нам кажется, что звук более объемный. С басом тоже самое. Нехватка самых низких частот, нехватка слоистости покрывается тем, что просто баса делают больше. А дорогие наушники могут позволить себе все то, из-за чего приходится делать с бюджетными наушниками, бюджетные наушники неровными. И то же самое касается вашего плеера. Есть замечательный, превосходный плеер своего времени, Айбаса DX80. Это ровный плеер, без какого-либо приукраса вообще. И при этом по отзывам, по обзорам, его называют скучным, мертвым и так далее. Хотя это не так. При соответствующих наушниках, этот плеер сможет вытянуть столько деталей, сколько не способен вытянуть типичный плеер за 500-700 долларов. Усилитель или плеер, который раскрывает какие-то наушники. Для того, чтобы понять миф это или правда, нужно понять в каком контексте это говорится. Если кто-то сообщает о том, что это крутые, замечательные, превосходные наушники, но я просто еще не нашел усилителя, который раскрыл бы их в полной мере, вы сами прекрасно понимаете в чем дело. Но, есть такой важный момент, который действительно имеет место быть. Одни и те же наушники с разными источниками могут играть совершенно по-разному. И, как один из самых ярких примеров, это относительно простой плеер Fio M7 и наушники аудиотехника M50X. Так вот, максимально сочно, максимально ярко и завораживающе, особенно на электронной музыке, сыгрались M50 именно с этим плеером Fio M7. И, это удивительно, так как, казалось бы, эти наушники уже знаешь на 100%, как они играют с телефоном, как играют с разными плеерами за 500-700 тысяч долларов. И, казалось бы, когда ты уже знаешь наушники, сложно будет чем-то удивиться. Но, они на самом деле удивили. И, это был первый раз, когда я просто переслушал залпом Джека Гаррета от начала и до конца. Потому, что он звучал действительно круто. И, последний факт на сегодня касается производителей. Раньше было проще. Так как, каждый производитель имел свой какой-то статус, свою репутацию и уровень престижа. То есть, когда поступают новые наушники от какого-то производителя, уже можно приблизительно понимать, что от этих наушников можно ожидать. И в плане качества звучания, в плане надежности своих материалов и так далее. Сейчас же все переигрывается, очень как-то бурно, слишком много изменений происходит на рынке. И, просто для примера, те же TFZ, это совершенно молодая компания, которая недавно стала производить наушники. Но, уже на сегодняшний день они производят действительно качественные вещи, даже в бюджетном сегменте. Поэтому, каждый раз, когда приезжают какие-то новые наушники, новые товары в магазин, мы не можем предположить, насколько они будут крутыми, либо же не крутыми. Да, есть некоторые отзывы, есть вещи, на которые можно ориентироваться. Но, тем не менее, очень часто встречаются вещи, от которых ничего особенного не ожидаешь. Но, в итоге, они выстреливают, как что-то действительно интересное. И, к сожалению, есть и обратная сторона, так как многие старые производители, которые вроде как себя уже зарекомендовали, наоборот, немного опускают свою планку. Но, это уже отдельная история для отдельных разговоров. На сегодня по фактам, заблуждениям, пожалуй, все. Если вам это интересно, интересное продолжение, поддержите, поставьте лайк, пожалуйста. Если есть какие-то свои мысли по этому поводу, также поделитесь в комментариях, для того, чтобы в следующем видео об этом обязательно упомянуть. Поэтому, вам большое спасибо за просмотр и до скорых встреч.